Кардашоник Дикий Шик, Кавказский Дневник Дурака, Зорин Балаян. Перед отъездом в Арцах я взял мемуары между Раам и Адом Зория Балаяна, его воспоминания об Арцахской войне. Я сидел в открытом кафе в Ереване и три часа не мог оторваться от книги. С каждой страницей мое сердце переполнялось, а глаза наполнялись слезами, столько боли, столько трагедии, столько убийств. Интересно, возможно ли создать среду, в которой эти два народа, Арцахцы и Азербайджанцы, могли бы когда-нибудь жить вместе в мире после такой ненависти и кровопролития. Как я осмелился бы даже говорить о примирении с воспоминаниями о столь многих близких, которые все еще живы в столь многих сердцах. С каждой строчкой мои эмоции скачут от грусти по погибшим, до ярости от макевелийской тактики Зория, контролю над сознанием масс. Одной из его главных уловок было постоянное создание образа злого врага. Мне неудобно сомневаться в его мотивах, и все же я не могу заставить себя принять удиохристианский дуализм. Меня тошнит от его постоянных стереотипов об азербайджанцах, как о бесчеловечных варварах, а об Арцахцах, как о героях с высокой христианской моралью, которые считают неприемлемыми насилие над женщинами и жестокое обращение с детьми и с величайшим уважением относятся к культовым святыням своего врага. И это несмотря на то, что все знают о том, что около миллиона армян и Арцахцев свободно поклоняются Христу в церквях разных мусульманских стран, тогда как сами армяне и Арцахцы с гордостью заявляют, что их земля полностью освобождена от мусульман. Продолжение следует...